Адама. Железный шлем из Бештинского могильника. Пожалуйста. На самом деле, на самом деле я хотел извините за мой русский. Надеюсь, что все будет понятно. Вы мне подскажите, я попробую как-то по-другому подсказать, чтобы понять моё видео. Я хотел сказать моё большое спасибо за приглашение на эту конференцию. Для меня большая честь. Самое главное спасибо. Я хотел сказать Юрию Макулешову, от которого поучил этот прайкос, и Сергею Калинову за возможность подсказать здесь фотографии с его статей про похожим нахоткам, которая, надеюсь, что уже опубликовалась в сборнике нашего института. Я хотел сказать спасибо директору дагестанского отриада Российской академии наук, профессору Мурта Залиему Кадзиевову, от которого я получил фотографии этого шлема. И не только шлема, а тоже отчеты с экспедиции Атаева, который капал этот макулник. Учил их пять. Очень интересные отчеты до прочитания. Сам Мурта Залиему Кадзиевского отриада Российской академии на самом деле занимаетесь сасанинским отрицем. Мне тоже очень интересны темы, как эта рожа развилася и наша эволюция, которая происходила и в Ирании, и Ирании. Здесь видно, просто выбрал две фотографии из времена дагестанской археологической экспедиции 1957 года, в которой участвовали Атаев и Котович, научные сотрудники в этом времени. В бесстынском могилнике находилось всего 8 шлемов. З чего только две перерисовки до наших времен дошли. только два из этих шлемов происходили в более хорошем состоянии. Остальные пять были очень сильно фрагментированы. Эти две перерисовки публиковались в книжке «Народный Дагестан в раннем и среднем векове» в 1963 году. К сожалению, никаких более точных перерисовок или фотографий более позже не использовалось. Но я точно их не заметил в работах. Конечно, на эти шлемы уже обращали внимание, как например Антон Кирпичников в работе про ранно-средневековых злочинных шлемах из 2009 года. или Сергей Каинов в своей работе про шлеме из Краснодарского края. Эти заметки опять относились к прерисовок из Тати и из 1963 года. Я попробовал поискать эти шлемы с бесстынского могилника. И с помощью профессора Гадзиева получил фотографии одного из них, а более конкретно фронтовой части этого сегмента, который до сих пор остался. Решта просто развалилася и нет. Он сейчас хранится в музее изображений изображений имени Гамзатов и в Дагестане. Его высота, где-то 20 см без носника. И по нижним краям это около 21,5 см, насколько мне удалось узнать. Здесь частная находка из Краснодарского края. В середине шлем над реки Оскол и то, что стал с шлемом из бесстынского могилника. Такой шлем еще один есть. Он из грабительных нападок из Украины. Он сильнее фрагментированный. Он получил себя опубликованным через Сиркия Каинова. Он использует монетам найденным в погреблении на где-то 745-770 гг. Мы можем обратить внимание, что на верше в этих двух шлемах, которые более сохранились, оно почти однотипичное. Но в нижнем крае, нижняя часть и общий геометрический вид видно, что оно однотипичное. Конечно, оно отличается количеством шипов. Наносник из шлема из бесстынского могилника более похожий на тон из шлема в середине. Он т-образный и с массивными бровями. Наносник из шлема из бесстынского могилника, и потом мы можем предложить несколько предложений, это то, что на самом деле он осмелчастливый. Наносник из шлема из бесстынского могилника. Наносник из шлема из бесстынского могилника. Наносник из шлема из бесстынского могилника. Но конструкция у него чуть другая. И она более похожа на шлем, который находится над рекой Олско. Чтобы подумать, какого могла конструкция происходить, надо посмотреть прорисовку. Наносник из шлема из бесстынского могилника. Наносник из бесстынского могилника. И с преднем и заднем пластином получаетесь один ряд за клапой. Как это существует, в этом шлеме с над рекой Олско. Но конструкция между этими сегментами становится отдельным. Сегментом. Мы можем подсказать, что считается какой-то хибридом между этими двумя типами шлема. На то, что мы можем еще обратить внимание, на задней части, того, что сохранилось из него, там видно кусок серебряного бляха. Не знаю. Это видно? Да. Да. Сложно сказать, что это обтяжка бокового края или какая-то другая форма декора, но по моему мнению это, что АТФ не заметил на прорисовках никаких обтяжек, ни других вещей. Ну и то, что мы посмотрим сейчас на фронтовой его части, вполне возможно предложить, что это фрагмент серебряного бляха, который получался декором этих кругов вырезов. Так чтобы мы могли бы предложить, что он как бы смотрелся как двухцветный шлем. А то там обкладание бляхом сребра, этих фрагментов вырезов между сегментами, это типичная вещь для Ирана, но потом существует в изображениях Средней Азии. Например, в Панджикинте, там сегменты своим цветом отличаются, а вот главные сегменты от того, что получается в среднем и между ними. А это фронтовая часть, как мы посмотрим здесь видно, что интересно то, что вокруг круглых вырезов видно круг декоративной бляхы. Она конечно под большим ржавишем и сложно что-то конкретно говорить, но в одном фрагменте, в который кто-то ударил, либо что-то такое получилось, видно под ржавишем по злоте. Здесь тоже видно с лево вверх, что там выстает фрагмент этой среброй бляхы. На круглых шипах видно окисы меди, они все цвета более зеленого похожи, чем остальная часть шлема. После этих всех наблюдений я хотел предложить вариант реконструкции шлема с бештынского мобильника. Как он на самом деле могло существовать? Здесь видно и про этой конструкции, то что самое интересное, что с бештынского мобильника, то что он с одной стороны восьми частный, а фронтовая и задняя часть, которая начинает получаться чуть больше, чем боковые сегменты, она ее накрывает. Мы можем предложить такую идею, что этот шлем может становиться какой-то формой эволюции из шлемов типа Шпаниэнхелмера в четырочасный купол. Как вариант мы можем предложить, что эволюция четырочасных шлемов могла чуть по другому происходить на этой территории, чем до сих пор мы думали и искали каких-то похожих конструкций на Дальнем Востоке. А это его вид в боковой части. В первую очередь, мы получаем по поводу ТВ-Столбище и Красноярского края. И крепилось на четырех заклепках, которые видно на прорисовках. На прорисовках, а это его точно не видно больше заклепок. На верхней части не осталось. Ну и на первое, то, что, как это не видно, сходство этого типа с круглым вырезом в боковых сегментах дает нам возможность предложить такую идею реконструкции этого шлема. В центре круглых сегментов, на прорисовке Атайева, видно, что получался либо один, либо два шипа. Но я здесь обсуждал этот вопрос с Сергеем Каиновым, но как-то согласился с его предложением, что он там был один в центре. И он как-бы крепил декор до этого круглого сегмента, который получался внутри. Спасибо за внимание. Спасибо.